Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, можно ли при сборе поисковой выдачи в программах KeyCollector, KeyAssort работать без прокси-серверов. Подписчик канала Расул спрашивает, можно ли работать без прокси как в KeyCollector или обязательно только с прокси. Да, это видео было задано к видео про KeyAssort, поэтому сейчас и KeyCollector посмотрим, и KeyAssort тоже. Ну, заходим в настройки KeyCollector, то есть файл настройки, открываем здесь SERP Google, вот эта кнопка Google SERP, и вот у меня видно, что выставлено использовать XMI River, собственно, через него мы обычный парсим, то есть строку, API-строку я взял оттуда, и здесь я работаю без прокси-серверов, то есть здесь мне они нужны, и количество потоков вот здесь у меня стоит. Если же я хочу парсить напрямую, то есть я, допустим, жадничаю и надеюсь, что Google меня не очень будет блокировать, тогда я жму обращаться напрямую к выдаче, то есть здесь вот мы можем выбрать безбраузерный-браузерный режим, и самое главное, количество потоков должно быть один, если у меня нет прокси-серверов, потому что в случае, когда мы парсим через сервис, через XMI River Google, через XMI Proxy Яндекс, то мы ограничены только ограничениями внутри самого сервиса, обычно я ставлю 10 потоков, там больше 10 потоков, периодически сервисы начинают падать, глючить и так далее, и поэтому я ставлю всегда 10 и использую основной адрес. Если же мы парсим напрямую, то поток всегда должен быть один, потому что для поисковой системы это всегда подозрительно, когда с одного IP-адреса несколько действий совершаются. В Яндексе то же самое. Кликаем сюда, вот у нас есть сейчас у меня через Яндекс.XML, но как бы не сам Яндекс.XML, потому что он очень неудобен при парсинге, у него есть кроме суточных лимитов еще и почасовые лимиты, то есть да, у нас много продвигаемых проектов, поэтому лимитов на балансе Яндекса у нас прям много, то есть нам бы их точно хватало для наших целей парсинга, но там есть еще почасовые лимиты, а работаем мы в основном в дневное время и парсинг совершаем, а там как раз днем эти лимиты очень такие скромные, и поэтому через Яндекс.XML работать стабильно очень неудобно, и поэтому мы используем XML-прокси, то есть выбираешь там вот эту строку, сюда вставляешь адрес XML-ки, адрес API-строку, короче, сюда вставляешь, и количество потоков здесь 10. То же самое здесь, если мы хотим обращаться напрямую, то нам вот здесь количество потоков нужно уменьшить до одного, если мы парсим напрямую, и у нас нет прокс-серверов. Это по KeyCollector, теперь по KeySort, аналогичная абсолютно история, заходим в сервис, настройки, сбор данных, и вот у нас есть Google, можно напрямую парсить, вот таким образом, количество потоков, конечно, должен был быть, ну, должен быть быть один, основной IP-адрес, и опять же, если вот здесь во вкладке прокси мы проксирование добавляли, то обязательно надо в один поток это все шуршать. В Яндексе сейчас, я так понимаю, нет у них такой возможности делать это все без, ну, как бы напрямую, то есть у них только парсинг через XML сейчас, соответственно, как бы там прокси вообще не нужен, и потоков тоже там 8-10 можно парсить вот XML-прокси, абсолютно нормально. Мы давно уже при вот такой аналитике не парсим напрямую ни Google, ни Яндекс, ну, если Яндекс еще как бы есть смысл, то Google, ну, гораздо более требователен к разнообразию прокс-серверов и вот этого всего, и капча начинает выдавать гораздо чаще, это очень неудобно вот таки становится работать. Когда мы парсим для, ну, такой аналитики, ну, более глубокой, ну, например, в нашем муравейнике Тулзе, мы парсим выдачу прямую из Яндекса и из Гугла, но для вот для кластеризации, для просто анализа выдачи простого, это не нужно и абсолютно нормально можно парсить Яндекс и Гугл, используя, ну, там, XML-прокси для Яндекса или XML-ривер для Гугла, и, по-моему, сейчас XML-ривер добавил, и Яндекс тоже, там тоже можно парсить. Вот, так что через KeyCollector можно напрямую тоже парсить, если у вас нет проксей, не используя сервисы, а через KeyAssort Google можно напрямую парсить, но я тоже не рекомендую, главняк тот еще, а Яндекс нельзя. Как-то так. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях, приходите на бесплатные мастер-классы, ссылки на их в описании. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok